Тольяттинская юношеская библиотека номер один была открыта в 1967 году. Последний раз капитальный ремонт проводился 10 лет назад. В скором времени она должна кардинально поменяться. Появится новая мебель, электронная техника, а залы станут максимально удобными для проведения культурного досуга. Это должно привлечь новых читателей и взрослых, и юных. Библиотека должна быть большой, светлой. В нее должно было хотеться бы идти, чтобы она была современной. Ну, библиотека 21 века. Чтобы были какие-то экраны, какая-то техника, побольше, может быть, компьютеров, чтобы было. Ну и самое главное, чтобы там было много хороших книг. Согласно дизайн-проекту, будущей библиотеки для друзей она будет разделена на три зала. Это зона общения, которая будет создана в виде литературного кафе. Здесь появятся стеллажи на роликах, трибуны для выступления, столы-трансформеры с ноутбуками. В остальных комнатах будет располагаться зона чтения и детская творческая лаборатория. Тот зал будет посвящен путешествиям, будет посвящен самореализации, профориентации. Дело в том, что у нас на базе библиотеки центр актуальных профессий. То есть все это будет реализовываться. Будут реализовываться, опять же, экологические проекты. То есть все для того, чтобы молодежь работала и, в общем, чувствовала, что библиотека идет в ногу со временем. Юношеская библиотека номер один для преображения в модельную выбрана не случайно. Она полностью соответствует федеральным требованиям для участия в национальном проекте «Культура». Как только мы об этом узнали, конечно, и пришла идея, значит, и задумка, а почему бы и нам не участвовать в этом проекте, тем более, что библиотеки Тольятти находятся в тренде всех нововведений, в тренде развития библиотек. Вопрос организации модельных библиотек в мае обсуждался на заседании рабочей группы Госсовета Российской Федерации по культуре, которую возглавляет губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. В рамках нацпроекта до 2024 года в стране планируется организовать более 600 модельных библиотек и создать на их базе современные центры, которые впоследствии зададут новый стандарт работы. В нашем регионе будут располагаться 9 из них. Они появятся в Самаре, Тольятти, Октябрьске, Сызрани, Приволжском и Сергиевском районах. Дарья Зотова, Новости губернии, Тольятти.